приветствую вас банда прошло практически 4 месяца с того момента когда я выложил последний ролик на youtube и пришло то время когда мы решили снять последнюю заключительную часть об моем lexus об лексусе lx-470 и и и и и и и Рассказать я конкретно хочу о расходах спустя год владения, об ощущениях и о всех самых интересных моментах, которые мы вместе с ним пережили. Это уже третья часть про этот автомобиль и возможно где-то повторюсь, вы не обращайте внимания. Но первое самое важное, что я хочу сказать, это как минимум раз в 10, а то и в 20 я начал меньше заезжать на СТО, нежели заезжал на Х5, на Гелике и на всех остальных автомобилях немцев, которые у меня были. Как вы заметили, я уже далеко не молод и возраст дает знать о себе. В общем, что я сделал? Первое, это я убрал САП и вкинул третий ряд. Без подголовников, ну я считаю, не будут здесь только мешать. Места укралось очень много, осталось тут совсем буквально на пару сумок. Но если сложить, если все-таки сзади никто ехать не будет, можно же их сложить как минимум вот так вот. И не буду делать, они еще вот так вот откидываются, вы все это видели. В общем-то ездили мы не совсем на дальняк, но в такую поездку километров 100. Вот и ехала на 7 человек. Два человека спокойно разместилось здесь, посередине трое и я впереди с пассажиром. В общем, 7 человек нормально. Если очень сильно надо разместить больше людей, в принципе, в тесноте до него бидит. 3 человека садится назад, 4 человека садится в средину, 2 человека садится наперед. Итого 9 человек свободно сюда поедет, еще можно какие-то сумки положить. Вместительность автомобиля на высоком уровне и это ее очень-очень большой плюс. Если кто не знает, понятное дело, что попадать на третий ряд не через багажник, а вот такой вот момент здесь, откидывается сидение и, пожалуйста, проход. Усаживаемся поудобнее. В основном особо ничего интересного не добавилось, разве что кожа немножко вытирается. Вот ее бы освежить, подкрасить. Бардачок у меня, кстати, все время открытый, аукс висит. Непродуманно немножко, надо этот момент доделать, где-то просверлить или вывести его отдельно. Кстати, пока не забыл, хотел рассказать вам, у меня постоянно в бардачке валяются парфюмы. Не только в бардачке, даже в подлокотнике. Друзья, сейчас реально будет информация для тех, кто любит элитную оригинальную парфюмерию, но не любит переплачивать магазинам с громким именем просто из-за того, что они... Магазины с громким именем. Просто из-за того, что эти магазины платят сумасшедшую аренду, у них там по 20 работников. Вот, есть ребята, у которых я постоянно покупаю элитную оригинальную парфюмерию, 100% оригинал. Реально, по не то, что доступным ценам, а я сказал бы, по смешным ценам. И она абсолютно ничем не отличается. Поставщики, уверен, одни и те же самые. Просто мы переплачиваем за громкие имена магазина. Заказываю там уже достаточно-таки давно. И вам советую, зачем переплачивать непонятно кому, непонятно за что. Так что ссылку я оставлю в описании, переходите и заказывайте. Дальше я вам хочу рассказать об обслуживании. Что же за эти полгода, с того момента, как мы снимали вторую часть, что же за это время нужно заменить. Критических поломок нет. Есть просто моменты, которые их в скором времени нужно заменить. Но это не сегодня, не завтра. Оно еще поездит, но все равно, чем быстрее, тем лучше. Первое, это редуктор в заднем мосте. Он немножко подтекает. Сальнички побежали. Но не течь, не ужасная течь, просто подтекает. И когда даю нагрузку немножко, педаль газа, то слышно, как он немножко гудит. Ездить еще можно, но лучше это все заменить. Ремонт или замена обойдется от 500 до 1000 долларов. Второй момент, это замена заднего кардана. Ремонт обойдется где-то 250-400 долларов. Вот этот момент, когда переключая скоростя, там задний на нейтралку ставишь, потом с нейтралки на драйв, и вот такой есть небольшой пинок удар. И во время движения, когда педаль газа отпускаешь, машина своим ходом идет. И потом даешь газу, и такой удар неприятный происходит. Говорят, что тоже ничего, в принципе, критического нету, но лучше все-таки это все устранять. Третий момент, ремонт рулевой рейки. Немножко слышно уже небольшое постукивание. Вот, и течь, и очень большой такой ход свободной рулевого колеса. Вскором тоже надо будет это все сделать. И четвертый, последний момент, как мне сказали на СТО, это надо заменить внутренние шрузы передние, потому что небольшой хруст присутствует. Но я тоже грешу на шрузы, ну а там будем смотреть. Их замена в среднем в паре 150 долларов. Что же я поменял с того момента, как сняли вторую часть? Значит, первое, это датчики уровня подвески. Их три штуки. Нормального качества, среднего, скажем, качества. По 45 долларов. Второе. А я улыбаюсь, знаете почему? Потому что больше кроме этого я ничего не делал. За полгода, елки-палки. Это японцы, японцы делают вещи. Значит, что произошло? Морда упустила, жопа поднялась. В багажнике такое ощущение, вроде бы чемодан с гирями лежит. На яму наезжать вообще невозможно. Машина жесткая. Вот, и выход поменяли все датчики. И отлично все поехало. Значит, гидроподвеска это просто нечто. Не то, что мягкая, а вообще просто песня. Как на подушечках едешь. Ну, конечно, если с 200-м крузаком равнять, то 200-й помягче. Ну, а здесь единственное, что это 20-е тапки. На 20-х он немножко жесткий. 18-й если поставить, если у вас не стоит вопрос внешнего вида, красоты, то можно вообще 17-й и 16-й сюда ставить на очень высоком профиле. Ну, я за внешний вид, поэтому у меня 20-е красивые тапки с 570-го Lexus. И они немножко жесткие. Но все равно, смотря с чем выровнять. Вот для меня он мягкий. Когда ставлю зиму на 18-х, то он еще мягче. Понятное дело, ниже радиус, выше профиль, машина будет еще мягче. Рассказывают, что меняют пневму, ставят туда обычные пружины, либо гидру убирают. Говорят, что машина жесткая становится. Может, она немножко будет дешевле в обслуживании, но по жесткости она тоже станет такая. Прям спину будете рихтовать каждый день. И сотрясение мозга лечить. В грязевых ваннах я его не купал, не загонял на жесткое бездорожье. Но вот прошла зима. Зима была лютая, снега было по пояс. И я, честно говоря, думал, что это прям король бездорожья. Ну, понятное дело, что для меня король бездорожья это гелик, я уже рассказывал. Но все равно он хорошо выезжает. Но дважды я встал, я прям на пузо, полностью я на раму сел. У меня снег был. Чтобы вы понимали, я заглядываю и сюда, а снег на уровне мотора. Вот приезжали пацаны, меня тросом вытягивали. Не получалось, приходилось подкапывать. Конечно, когда я застрял в снегу, то, что нельзя выключить систему антизаноса и антибукса, я считаю это минусом. Потому что если я, допустим, иду свободно-свободно-свободно, я педалью играюсь, и она начинает колеса оттормаживать. Если бы можно было немножко газ худать, колеса прошли, то, может, она и прошла по снегу. Ну, а так я просто застрял. И в таких моментах, что эта система не выключается, возможно, минус. Но с другой стороны, это и плюс. На них нельзя перегревать коробку, и буксовать тоже нельзя. Есть такие в нашем мире люди. Я называю их нехорошие редиски. В общем, стояла у меня тачка. Неважно где, неважно сколько. Поставил я. Пришел, смотрю вот так вот. Кто-то меня черканул, просто и уехал. Ни записки, ничего не оставили. Ну, нехорошо как-то получается. Дальше, не отходя от кассы, буквально несколько недель проходит. С этой стороны мне кто-то черканул. То же самое. И не успел я от этого всего отойти. Где-то тоже, наверное, на парковке дверью кто-то стукнул. Неприятно. Будьте людьми. Ведь такая ситуация может случиться с каждым из нас. Сегодня вы кого-то ударили нечаянно, да? Там, это цена вопроса, ну, копейки. Просто заплатить человеку за полировку, там, или за точечку краски. Завтра кто-то вас так стукнет, уедет, и это бумеран, ребят. Нельзя так делать. Будьте людьми. Значит, следующий момент такой интересный, развлекательный, я бы даже сказал. У меня стоял один сигнал, такой хороший, компрессорный. Вот, он хорошо. Удел. Ну, мне показалось мало, я поставил еще один. Теперь у меня два их, с компрессорами. Такой себе способ борьбы с людьми, которые втыкают на пешеходных переходах, переходят в наушниках или с телефонами, либо вообще втычут. Ну, вот, это немножко их раздупляет, скажем так. Почему дудки стоят вниз? И вот там такой вот брезентик небольшой стоит. Потому что вот полностью все открытое, оно практически упирается в раму. Когда я въезжаю в большую лужу, оно забрызгивает, если сигнал стоит вот так вот. Вода туда затекает, и они перестают работать. Поэтому вот такой вот способ, посмотрите. Конечно, сейчас я вам туда в мониторе не передам этот звук, но, по крайней мере, постараюсь. Как на поезде, как по мне. Машина достаточно тяжелая, практически три тонны. Чтобы остановить этот корабль, нужны хорошие тормоза. Много кто говорит, что тормоза здесь просто говно, извините за прямоту. Лично мне эти тормоза очень сильно нравятся и вполне устраивают. Классные тормоза, честно. Но, опять же таки, перегревать нельзя. Наваливать на этом трехтонном кирпиче, понятное дело, что лучше не нужно. Потому что, представьте, его остановить, навалили, остановили, навалили, остановили. Ну, конечно, их можно поджечь легко. И колодки, и диски тормозные. Также у меня в планах осталось сделать химчистку салона. Но, как сказать вам, лето, и это не совсем уместно. Машина со светлым салоном, и за ним очень тяжело ухаживать. Вот, и по-прежнему у меня мечта, ну, как бы не мечта, а в планах затонировать лобовое стекло. Вот это ближайшие планы. А, и, ну, отполировать эти моменты, может быть, подкрасить, где мне нехорошие диски черканули своими машинами, обмою машину. Что меня очень и очень сильно радует, это клиренс. Никаких ям, никаких бордюров, ничего я абсолютно не боюсь на нем. Я подъезжаю куда хочу, я переезжаю что хочу. Это просто космическое чувство. Потом, когда я сажусь, допустим, там на Камре сороковку за руль, или на Е-210, то настолько стрёмно к бордюрам подъезжать. А к нему подъехал куда хочешь вообще, и зимой, и летом. Ну, это просто царский автомобиль. Вот в этом плане, честно. Все эти моменты честные вы услышали. Но вот есть последний момент, за который я хочу рассказать. И, к сожалению, это самый жирный минус, как по мне, этого автомобиля. Это расход. Сейчас бенза показывает 24. Газа, последних замеров, 29. Скачки вот этих цен на топливо тоже непонятны. Знаете, то газ по 9 гривен став, то опять по 17. И оно реально бьет по карману, и ты практически каждые два дня заезжаешься задувать газа. Вот. У меня у знакомого фура, да, не знаю сколько там, тонник. Но он говорит, что у него расход меньше, чем у меня дизеля. Правда. Ну, как-то так. Несмотря на то, что 29 газа он жрет, он еще и нереально подъедает бензин. Потому что после 4000 оборотов установка настроена так, что он включается на бенз. И если у вас по бюджету не предусмотрено то, что надо его кормить, кормить, кормить постоянно, то задумайтесь, брать ли вам его или не брать. Как всегда, я хочу подвести итог и напомнить вам о том, что любой автомобиль поддержанный имеет свойство ломаться. Неважно, то японец или немец. Да, японцы надежные автомобили, но если эта тачка не выезженная, если пробег не смотанный, она не перебитая, переваренная, она не ушатанная. Ребята, прежде чем купить любой поддержанный автомобиль, не обязательно конкретно такой. Хорошо его проверяйте, едьте со специалистом, с человеком, который хорошо разбирается в автомобилях. Примерно год назад у нас речка вышла с берегов и вообще полностью все затопило. И когда вода ушла, то земля такая была, знаете, как глина. Ну, мягкая, такая вообще как болотистая местность была. Вот, и я сейчас покажу вам видос, как я на гелике переезжал один ручей. Открываем, открытие дачки! Привет, совхоз! Привет, совхоз! Прошло время, я сейчас хочу на Лексусе попробовать там проехать. Вот тут я бампер отбил. Все, мы переехали. В принципе, вы все услышали. По обслуживанию он вменяемый по цене. Единственное, не забудьте найти неушатанный. Вот, и еще не забывайте о расходе. Он здесь сумасшедший. Спасибо, что смотрите меня. Я возвращаюсь. Видосов будет больше. С вами был я, Олег Рамер. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok